Всем привет! С вами я, Александр Демидович. Сегодня 29 января 2019 года. И вот что я хотел бы с вами обсудить, вот о чем хотел бы рассказать. Я просмотрел свои репортажи за прошлый год и есть интересные цифры, есть что сравнить нам с вами. Есть цены, которые на тот момент были ровно год тому назад по-своему актуальны. Ну и то, что происходит сегодня, попробуем сравнить. Самое первое, на что я обратил внимание сегодня, это цены на бензин. Довольно интересная происходит ситуация с бензином. Бензин Пульс 95, улучшенный в прошлом году, ровно год тому назад, стоил 33 гривны 99 копеек. Реально 34 гривны. Сегодня тот же бензин стоит 30 гривен 99 копеек. Обычный 95, 32,99 в прошлом году, 29,99 сегодня. 92-й, в прошлом году 31,99, в этом году 28,99. Мы видим, что разлет цен, значит, по сравнению с прошлым годом, упал бензин в цене на 3 гривны. То есть реально на 10%. Дизельное топливо в прошлом году стоило 30,49 гривен, в этом году 29,99 гривен. То есть разлет в 1 гривну примерно 3%. Интересный факт, бензин подешевел. Но, следим дальше. Доллар. Тоже интересная информация получилась. Ровно год тому назад, доллар у тротуарных специалистов был такой курс. Прием 28,00 ровно, продажа 28,25. На сегодня ровно год прошел. Доллар прием 27,65. Продажа 27,75. Мы видим, что немного припал на какой-то процент. Доллар тоже, казалось бы, интересный факт. Мы укрепляемся. Бензин дешевеет, доллар дешевеет с евро. Вот тут интересный парадокс. Я с тротуарными специалистами сегодня разговаривал. Они объяснение этому не могут найти. Но факт есть факт. Ровно год тому назад, евро, они принимали по 34,65. Продавали по 35,15. Сегодняшний курс у них 31,50 на 31,70. То есть вы видите, что на сегодня чуть меньше 32, а ровно год тому назад был курс в районе 35,00. Тоже интересный факт. Связанный с какими-то, я думаю, на государственном уровне махинациями. Но, теперь идем дальше. Я пошел и посмотрел цены на овощи. Я нашел свой репортаж ровно год тому назад. И прошелся сегодня, посмотрел, что происходит. В частности, я посмотрел, зашел в магазин сети магазинов провинции. Второе. Почему я сориентировался именно на этом магазине? Первый, немаловажный фактор. Это сеть магазинов, которые наша полтавская и налоги платят здесь, в Полтаве. Второе. Один из них магазинов находится прямо возле центрального рынка. То есть им физически некуда деваться. Они привязываются по цене к центральному рынку. Потому что если у них будет выше цена, сами понимаете, что будет происходить. Итак, картошка. Ровно год тому назад у них была 7 гривен 93 копейки. Сегодня 9 гривен 76 копеек. То есть подорожала на 23%. Для сравнения. В сети магазинов АТБ, подчеркиваю, сеть магазинов АТБ не является полтавской сетью. Естественно, они платят налоги далеко не в Полтаве. То есть отток денег от наших налогоплательщиков уезжает за пределы не просто города, но и области. Но это отдельная тема для разовора. Итак, в АТБ картошка была по 6,99. Сегодня по 10,99. То есть, если в магазине провинции картошка подорожала на 23%, то в магазине АТБ она подорожала на 57% за последний год. Ну, вот такая вот ситуация. Дальше я без АТБ буду, чисто по провинции пройдусь. Цены примерно одни и те же. Ну, еще раз я вам подчеркиваю, что они даже не сильно от базарных отличаются. Я смотрел. Это правда. Сегодня картошка на центральном рынке была по 10,00 ровно и не подходи. Итак, морковь. В 2018 году была по 9,76 гривен. На сегодняшний момент по 13,42 гривен. То есть, подорожала на 37%. Буряк. Был по 8,54, стал по 13,42. Подорожал на 57%. Капуста была по 6,10, стала по 12,20. На 100% подорожала капуста. Помидор был 58,50, стал 73,20. Подорожал на 25%. Огурец был 79,30 и стал 85,40. Подорожал на 8%. Огурец подорожал на самое малое количество процентов. Я вывел средний по процентам по сравнению с тем, что происходило ровно год тому назад. И получилось, что овощи в среднем подорожали на 41%. То есть, овощная корзина на сегодняшний момент подорожала на 41%. Найти объяснение, соотношение подорожания овощей, удешевление доллара я не смог. Я не знаю, почему так происходит. Я могу фантазировать очень долго, но эти фантазии вряд ли будут правдивыми. Факт есть факт. Овощи подорожали, доллар подешевел. Всем хорошего настроения. Пока-пока.